Так, друзья, я начал запись. Сегодня 11 марта. Впереди весна. Вот. И своеобразный отчет. Вот. А что у нас, ребята, в рюкзаках? Помните такой песни? Вот. Это примерно четвертая серия. Значит, мои косточки или черенки, или саженцы от Железного Сергея, сына, можно сказать, от клана Железовых, переехавшие, разошедшие по всей России. Последний раз мы остановились на этой фотографии. Хрусталев Валерий, мой друг из Еврейской автономной области. С укрывными персиками. Ну, главное, что они есть. Вот. Или Анора. Что она пишет? Да, ничего сложного. Самое главное посадить, где нет подтопления снеговой водой и дождями. Вот. Прививку ни в коем случае не загубить. Обтаптывать снег. Так. И в начале весны отверстие от ствола. Все. Отверстие от ствола и все. Так что непонятные два слова. Да, делать регулярную обрезку в том селе укорачивающую. Челябинская область. Ну, насчет регулярной обрезку вопрос спорный. В данном случае я ее поправлять не буду. Прошли годы. Главное, что у нее получилось. Итак. Кослинский район. Выращенный из косточек от Валерия Железов и Сибири. Не с четвертый год плоды. Вот. Из косточки. То есть я буду стараться подчеркивать все время. Именно то, что выращенный из косточки. Почему я это делаю? В нем понедельник вебинар. Давайте на секунду заглянем туда. Почему? Вот. А куда нам спешить? У нас что? В ранней весны обсуду почти работали. Нет. Давайте заглянем сюда. Вот так вот. Например. 226 лекция. Вот она. Так. И вот здесь есть такая вещь. Жаль, сразу не подготовил. Вот так. Ну, понятно, о чем речь идет. Обо всем. Обо всем. Задали вопрос-ответ. Задали вопрос-ответ. Задали вопрос-ответ. Надо чуть-чуть делать поменьше. А вот подумаешь. Сало как сало. Господи. Чего собината. Вот. Ну, ага. Вот этот пункт 6. Это самое. Из. Портал. Белорусский. Я выделил. Почему? Потому что. Здесь. В читах. В читах. Это приписывается мне. А я с этим не соглашусь. Приписывается мне. Я комментировал мой фильм. Даже если из 100 костик варусе 100 сеется. То только 4 и 5 будут соответствовать метрецкому растению. Это верно. А вот дальше неверно. Остальные будут незимостойкие. С мелкими не вкусными плодами. То есть полудички. Требующие привык к культурным сортов. Тут. Понимаете. Человек немножко перестарался. Раз незимостойкие. Зачем ее потом прививать. Какой же это подвой. Вот убрать слово не. Вот так вот. И получится слово зимостойкие. Зимостойкие. С мелкими и невкусными. Это все неправда. Потому что у меня мелочи-то и нету. С невкусными плодами. Об этом сегодня все я разговор. То есть. Мне приписали. Не совсем корректное высказывание получились. Которое путает людей. Ну что. Возвращаемся. Там где были. Вот. Возвращаемся. Так. 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 Вот здесь мы были. Сейчас сделаем поменьше. Ага. Значит. Итак. Очередные сеянцы. Вот. Смотрим на эти плоды. Вот. Ну я не знаю как эту фотографию комментировать. Я противник изворачивания цветочками приствольных кругов. Прямо противник. Прямо аж. Мне сразу как это начинают жлиться. Даже на тех кто добился результата. Вот. Ну. В общем еще раз взглянули. Ну вот знаете что делать приятно. Вот лишняя гелька в мою пользу. Так. Ну это. Каждый год я делаю такую фотографию. Молодно летая подешевела. Но пока. Нет. Не вижу. Особенно тем кто уже со мной имел дело. Но пока особо успеха не добился. Вот. Это тоже учебная фотография. Но. Вроде бы не потеря. С другой стороны. Лишь я раз почерпну. Время высадки. Видели? Видели. Так. Работу моей помощницы. Видели? Видели. Это она собирает для вас посылки. Главное чтобы потом была массовая сходность. Так. Алексейка Алексей. Один из, что сказать, лидеров современной России. Да. Я говорю с гордостью. И говорю. Как бы это сказать-то. Я говорю. Таким пиететом. Да. Один из лидеров. Здравствуйте. Леонид Константинович. В саду становится все интереснее. Созрела черешня. Настоящая. Брянская розовая. Черенок получен от вас. Я очень редко рассылаю черенки. Ой как. Черешня болеет. Когда отрежет что-нибудь. Вот. Поэтому. Это можно сказать. Удача. Ну. Такому человеку сложно отказать. Мой друзья. Держит все уральские морозы. Прошедшая зима была не подарок. Ей все ни по чем. Вот они плоды. Спасибо вам. Ваш ученик Алексей. Алексей. Ну. Я считаю так. Как у них в этой самой черешне. Она мной получена была такая же. Видно было что несколько поколений выращивали из косточек. Они предельно мелкие. Это не роскошные черешни. Они предельно мелкие. Но зато они уже получились как бы покрепче. А еще у меня пожили на прививке на вишне. Штамбовая. Которая очень очень морозостойкая. И я уверен что морозостойкая передалась уже и прямо напрямую Брюнска-Розова. Поэтому на урале она все чувствует прекрасно. Видите. Это фактически сенсация. Так. Семена от вас. Там текст отправленных фотографий в прошлом письме. Она говорит о семенах. Которые напрямую предназначались. А. Что это такое? Это следующее письмо. Троценко служит как бы посредником. Так как на его сайт. Или нет не сайт как он называется. На его канал. Тоже приходят письма. Потому что Павел Троценко. Это мой друг, ученик и редактор моих книг. И получилось следующее. Наталья Куницына прислала ему. Перед ним как бы отчитывается. А он передо мной. Внимание. Здорово, да? И это я считаю здорово. И это здорово. Вот. Ну и шедевр. Видели. А получилось как? Это я Троценко написал. Ну, спасибо, что вы прислали эту фотографию. Но у меня же любопытство. Аж умеет погодить любопытство. Раз, железо. Да что это такое? От кого? От чего? Вот. Ветром надуло. Вот он вот так вот отчитался передо мной. Вот так вот. Что он от нее узнал? Значит. Семена от вас. Это он от ее имени. Вот. Текст отправил на фотографию. В прошлом письме. Она говорит. Из семян, которые на прямой предназначали. Что есть? Она взяла. И из косточек вырастила эти шедевры. Эти шедевры из косточек. Нет, я не удержусь. Я возьму. Это уже как бы как-то дела стальные, далекие. Вот. А у меня лекция будет послезавтра. Вот. И я возьму вот это вот. Опровергнуть, что значит 4-5 будут соответствовать материнскому растению. Остальные не зимостойки. Мелкие некусные плоды. Вот. А она что, выбирала? А она что, выбирала? Смотрите. Вставляю эту фотографию сюда. На вашем ладанке. Вы на моей кухне. Это шедевр. Причем, знаете, почему я прям всю переписку сохранил? Вот. Потому что вот она. Ну, вот вам эти. Вот вам они не вкусные. Вот они мелкие, не съедобные. Получайте. Так. Сохранить. Теперь возвращаемся в тот сад. В чужие сады возвращаемся. Вот. И так. Поверили вы, надеюсь, в искренность вот этого. Это наша переписка. Семена от вас. Семена, которая на привой предназначает. Значит, я выслал что? Я выслал какой-то из культурных костей. Какого-то культурного сорта. Обойдите догадаться теперь какой. Я сам не могу понять. А, это, наверное, продолжение его. Ой, разговор не кончился. Это она. Сейчас узнаем. Вот наш первый рожай этим летом. Восторг. Они очень вкусные. Просто невероятно. Посадила на огородную грядку, чтобы 10 семян, самые крупные, которые предназначались для будущей прививки. Вот. А что такое будущие прививки? Она потом возьмет с этого дерева черенки и будет, в свою очередь, прививать. То есть, сохранить вот эти, ну, как, по возможности. Ну, в словах, сохранить это сильно смело. По возможности сохранить вот эти вот качества. У нее, у нее практически, ну, если не свой сорта, то свой сорта образец готовый. Вот он. Ага, здорово. Итак, предназначали для будущей прививки. У нее получилось. Это я общился в страну, предлагая этим заниматься. А подвой посела на месте. В месте, где планировала деревья на последнем месте. Подвой не взошел. А зато привозь и колыхался на грязке. Взошло три дерева. Самый салитик я удалил. Остальные росли, сверены с четвертый год. Но первые плодики осыпались. На пятый год этим... На пятый год этим летом завязалось влече много плодов. Но верхняя вся часть ветчика стала засыхать. На ней была тля. Это значит, у нее больное дерево. Тля никогда на абрикосах не появляется без причины. Вот. И дальше, несмотря на это, 15 абрикосиков осозрели в срок. И мы их сняли. Господи, я думаю, это особо не. Носовой платочек. Просыпрофелье. Что делать? Старый марш. Теперь не могу. Ход, не ход. И так. Сухие кончики я обрезал. А дерево выглядит совершенно дровнее. Сухие кончики, пя, это все такие... Ну, что-то тут не то. Опа, сейчас ничем не кормлю, не брызгаю. Поливаю вместе с газоном, дождеванием. Так. Ничем не кормлю. Ну, все абрикосы, это опасно. Поливать их. Черт, их лучше не поливать. Так, нравится ваше дерево, что буду агароту туда убирать. Еще деревья подсажу. Созрение, два дерева, что подали близко друг друга. Полтора метра расстояния. Уже ветками цепляют друг друга. Не знаю, надо ли одно убрать. Не надо. Очень жалко будет. Не важная поля этого друга. Надеюсь, не убрала. На том фото, где миска занесла, сам абрикос есть. Почта и дерево выросла. Еще раз фотография. Теперь так. Посмотрим, нету фотографии сажен. Очень много. О! Что-то здесь не то. Вот. Не знаю, этот сажен не то, что зацвел, не то, что нацвел. Вот. Тут, знаете, я не вижу холма. Ну вот. А может, его уже в живых нет. Уже давно сапрела. Понимаете, меня смущает, что ветки отсыхают. Когда ветки отсыхают, возможно, это его последний уровень. Ну, как не только говорит, но это учебный снимок. Вот. Помощи фотографии мы бы разобрали, в чем причин. Так. Ладно, проехали. Идем дальше. Привет от Лазинкова Юга Юа. Санкт-Петербург, небесная Юрия Алексея Духовой. Бакатышей. Значит, у него получилось так. Манитоба. Это отжелиза. Выросла в вот таком виде. Вот. У него хотя бы окраску сохранила. Более-менее красная. У него все проколтело. Академик. Ни один автор Академика его не признает. Вот. Так уж получилось. Черенки тоже от меня. А это пока все. Ну, вот. Черенки отжелиза были получены. Татьяна Арбаджи. Вот такие абрикосы выросли в этом году. В 2000 этажах привал ваши черенки королевский. И академик на волчке абрикосы Кичиевский. Ни одна привыкка не прижилась. Сам абрикос. Выдал 15 плодиков. Грамм. Дальше идет колдовцов. 15 плодиков грамм по 10. И в 19-м году благополучно скончался. Отпилить волчки мужу не дала. А весна этого года он засвел и выдал вот такие шикарные абрикосы. Весом 347 грамм. После обыкновенной, чуть-чуть с горчинкой, кошечка большая, легко отделяется. Заветом ворота, заложил ловочек, точек-косек. Как переживет зиму, пока не тюрем. Не знаю, правильно ли я делала фото. Ну, что я вам скажу. Вот. Вроде бы амур. По внешнему виду. Но тут другое дело. Дело в том, что амур-диамур, это дерево, я так и слышал, инфицировано, инфицировано, инфицировано. Вот. То есть плоды должны быть меньше и хуже гораздо. Ну, получилось вот так. Прививка их инфицировала. Вот. Дальше сейчас устанавливаться не буду. Мало информации. Очень-очень мало. Так. Ирина Степанова. Это опять пропало. Это уже как бы ведет мимо меня. и до меня доходят отголоски. А у меня северный треул. Ему 6-7 лет. Корень живой. Ветка каждый год померзает. Растет кустом. Это правильно? В прошлом году. Это неправильно. Это не так правильно, неправильно не подходит. Это вынуждено дерево расти кустом. В прошлом году появится цветочка в завязи не было. А есть еще один из холстачек железового. Так он эту семилетку. Пару авто перегнал. Хотя ему 4 года, а растет на сетой грине. Вот это при скользке железа, что срастый год. Вот. Как видите, это уже, это уже хорошо. Так. Сейчас получается сад Федорчука, Дальний Восток, село Камышовка. Вот. Сейчас вы увидите целый лес абрикосов. Сын Ланджурса. Запомните, сыновьями называют только я один на всей стране. То есть, косточки, собранные из-под патриарха. Вот. Моего ветерана, огромного абрикоса. В прошлом году дал рекордно выиграть 40 мюнер. Вот. И. До 40-го года жизни, 45-го, у него юбилей. Он сам себя поздравил. А далее что? Далее, вот что получается. Всех семинар с него собраны. И названы сыновьями Манджурса. Манджурса-патриарха. Поэтому это все чисто мое. Посмотрите. Но уже в чужом другом саду. Не в чужом, но в другом. Груши. Надеюсь, тоже мои. Да, сыновья Манджурса не мелкие. Но посмотрите, какой урожай. Сын Манджурса. Вот еще. Этот уже не красный. Вот. И, пожалуй. Пожалуй, пожалуй. Ну, будем считать пока. Вот он Амур. Это уже Сейсовый Амур. И пока нету все. И теперь мы еще с вами дадим и прокомментируем. У них удивительного садова до волшебника, которого зовут Григорий Козел. Черехи выписывал 5 лет назад. Село Усинское и Сырловский район. И так. Получается. Пешик. Абрикос. Абрикос. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Вот это да. Дальше груши. Вот это красота. Знаете, какой-то яблок. Это же Гуловская. Вот это урожай абрикосов. Урожай абрикосов. Абрикосов. Это повторяется. Наконец, не повторяется. 4,49 грамм. Значит, смотрите. Наверняка получается так. Делим на 4. Я ничего не путаю. 4. Вот это волшебник Григорьев. Вот это волшебник. Так, вот это. Тоже, наверное, ваше. Это ваше. И это ваше. И это ваше. И это ваше. Ваш сувенир Востока. Нельзя не узнать. И это ваше. И это. Пешик пошёл. Ну, в общем-то, пожалуй, на этом надо остановиться. Есть причины, которые надо остановиться. Вот. В этом месте мы будем считать так. Я вам показал несколько примеров выращивания скотчика. Один феноменальный. Вот этот вот. Смотрите. Это я для понедельника. Так. Сейчас покажу. Покажу. Хотя я до понедельника. Знаю, наших называется. И на этом заканчиваю очередную серию. Наверное, четвёртую. Вот. Вот это я буду комментировать. Почему? Потому что мне это. Приписали вот это вот. Из 100 вырастет 100 сеется. То если. То 4 и 5 будут соответствовать петербургическому растению. Если точно брать, то один из двух, трёх тысяч. Или хотя бы из тысячи. А не 4, 5 из 100. Ну, остальные, может быть, не совсем будут. Ну, вот такие вот якобы. А вот. А остальное всё в туфта. Вот это неправда. Вот. Но мы не выдержали. А значит, что не выдержали. Доклад Ваулина. Исполняющий обязанности директора института агроэкологии. Филиал Международского госуниверситета. Вот. И вот мои косточки. Те самое. Прямо сеянцы, сеянцы. Которые я ему выкопал из-под патриарха. Они все дошли до пообношения. Все живы. Все дают урожаи. Смотрите, какие урожаи урожаи. Заметьте, все разные. Видели? Вот. Все разные. И в другом месте написано 28,42 килограмма. С каждого молотого дерева. Вот. При этом полная безнадёга урожаи в других местах. Он оценил сотни грамм. Не килограмм. Сотни грамм из дерева. Вот. И вот такое оно случается. Вот. Поэтому. Еще раз. Мне было очень-очень обидно. Вот за это письмо. Вот за это письмо. А это про меня узнали сотни или тысячи белорусов. С мелкими, не вкусными плодами. Все, что вырастил, все, что вырастил Ваулин. Где-то мне делся. Нет. Ага. Нет. Давайте еще раз. Давай идем так. Нет. Войдем сюда. Не могу успокоиться. Вот он доклад. Повылина. Вот. И телефону разговариваю мне, еще одному товарищу, авторитетичному. Он сказал. Все сладкие. А это чисто прямые потомки абрикоса, который я назвал. Абрикос манджурский патриарх. Ой, долго искать фотографии. А, для этого понедельник. Друзья, я приглашаю вас в понедельник. На мой вебинар. Который состоит в 16 часов по московскому времени. Вот так. До свидания. Это не последнее. Дело в том, что если так смотреть, да. Так. Если так смотреть. То. Вот это вот. Мы с вами. Четыре. Смотрите. Раз. Мы вот здесь находимся. Это примерно два. Четвертую часть мы фотографии смотрели. За четыре серии. Представляете, что впереди. Впереди. Все самое интересное. То, чего не может быть никогда. 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 Вот это вот не может быть никогда. Вот мой академик переехал в другой сад. А мне все морде, морде. Ну, поклакаться я уже могу в другой раз. А пока. Это мой тревог. До свидания, друзья. До новых встреч. Не забывайте выписывать чернеки, косточки. Саженцы уже в железовой семье. А косточки главные абрикосовые. Вот такие чудеса будут у вас. Саженцы уже в целом. До новых встреч. Продолжение следует...